Пусть Бог благословит вас! Мы начинаем наш Малый Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской. Добро пожаловать! С 15 по 17 октября в Нижнем Новгороде в здании Церкви Посольства Иисуса состоялся Малый Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Это главное ежегодное событие для верующих союза, открытие которого сопровождалось приветственными словами от представителей традиционных религий России и протестантских организаций. Конечно же сегодня отношение между евангельскими христианами и Русской Православной Церкви динамично развивается. Мы все чаще взаимодействуем на различных общественных площадках, межконфессиональных площадках для того, чтобы содействовать утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей в нашем обществе. Я выражаю надежду на то, что та работа, которая будет проведена ее участниками и те решения, которые по итогам работы будут приняты, чтобы все это способствовало в дальнейшем еще большему укреплению наших двусторонних отношений. Я очень рад тому, что я участвую в этом соборе и однозначно я вижу своих братьев, сестер по абрамической религии. Для меня это интересно, если честно говоря. И независимо от того, кто мы по национальности, по вероисповеданию, мы сыновья, мы дочери нашей великой Родины. Любые духовные религии, любые духовные направления, они в первую очередь направлены на ценности, основные ценности. Основные ценности – это семья, дружба, любовь, уважение к старшим, уважение к родителям. И неважно, к какой религии люди относятся, цель Малого собора прекрасна, и мы поддерживаем от всего сердца. Приятно просто присутствовать на этом мероприятии, что позвали, что дали возможность высказаться, выслушать. И в дальнейшем надеюсь на совместное сотрудничество. Также, в свою очередь, хотел бы сказать, что будем приглашать и на наши мероприятия. Надеюсь, будем больше видеться и контактировать, взаимодействовать на различных межнациональных и межконфессиональных площадках, дабы реализовать все необходимые задачи и проекты. Хочется пожелать помощи Божьей в решении тех вопросов, которые выставляет нынешнее время, нынешняя ситуация. И мне кажется, необходимо каждому из нас начать с себя. Есть замечательное выражение мудрецов. Хочешь изменить мир – измени самого себя. И только после этого изменится весь мир. Тема этого года – время вызовов. И это не случайно, ведь последние несколько лет вызовы звучат во многих сферах жизни, часто посягая на традиционные ценности. Название нашего малого собора не случайно. Время вызовов. Мы живем последние несколько лет в непростых вызовах. И Россия сегодня некий форпост традиционно нравственных духовных ценностей. Это отображено в нашей Конституции, отображено в наших законах. Мы всегда защищали традиционные нравственные ценности. И нам предстоит в ближайшие дни выработать стратегические вещи, как нам исполнить то повеление, которое нам дал Господь, нести вечное Слово Божье. И при этом государство нам помогает. Помогает своими указами, помогает своими законами. Я думаю, нам предстоит очень много работать в ближайшие годы. Вечный вызов для церкви – это делать Божие задания. Это знать, что Бог призвал нас служить в России, никуда не уезжать, чтобы пасторы оставались здесь, служили здесь, в разных местах России, нашей прекрасной страны. И очень важно, чтобы мы всегда делали это задание, проповедовали Евангелие и возвращали церковь к хорошему, качественному наставничеству. Время вызовов не заканчивается. Господь дает нам мудрость, которая нам нужна для того, чтобы справиться с вызовом, в котором мы сейчас находимся. Но впереди будет еще больше вызов. Поэтому мы нуждаемся в откровении, мы нуждаемся в видении, которое может дать нам только Господь. В этом году в мероприятии участвовали более 500 человек из Приволжского округа и других регионов России. Конечно, это было время для усиленного труда в стратегических сессиях и панельных дискуссиях, где были представлены успешные проекты служений. Тема собора – время вызовов. И в своем регионе, являясь предом в Республике Алтай, стоит вызов – это выстраивание отношений, государственно-конфессиональных отношений, межконфессиональных отношений. И здесь я практически получил ответы на эти вопросы, как дальше развиваться и двигаться в этом направлении. Также состоялась встреча для представителей медиа и информационных отделов церкви. И женская встреча. Именно сегодня мы смогли запустить такую пилотную программу для женщин по поводу, скажем, форума «Созидай», для того, чтобы женщина могла бы себя почувствовать не просто как предаток чего-то или наоборот какой-то суперзвездой, чтобы женщина могла себя почувствовать на том месте, на котором она, в принципе, должна быть пред Богом. Особенностью Малого собора стала экскурсия по Нижнему Новгороду, во время которой гости смогли насладиться видами города. Собор стал площадкой для открытого разговора о тех вызовах, что стоят перед Евангельскими Церквями России. Хочу выразить большую благодарность всем организаторам и команде РосХВЕ, кто организовал это замечательное мероприятие. Ну и отдельное спасибо Церкви Посольства Иисуса Нижний Новгород за то, что они такие гостеприимные. Информационное бюро СПЕКТР Нижний Новгород.